Продолжаем изучение конструктора контента Zoom и в этом видео мы разберем, как формируется каталог продуктов. То есть, вот на демо-сайте он так выглядит. Здесь есть у нас категории, в которых содержатся элементы. В общем, при нажатии на, например, электронику мы попадаем на страницу с какими-то товарами. Итак, структура и общая идея формирования. То есть, вот эта вот часть у нас, вот эта вот часть настраивается во вкладке Front Page. Как вы помните, есть такая вкладочка Front Page. То есть, у нас в настройках, там, когда мы идем, есть items, элементы, потом категории, потом вроде идет как раз Front Page. В общем, там это настраивается. Далее, это все у нас идут категории, где электроника, книги и прочие вещи. Вот эта вот надпись также идет из Front Page настройки. А вот эти вот элементы, которые высвечиваются, это у нас элементы, которые помечены галочкой на главной странице. Тем самым, они здесь отображаются. Теперь давайте рассматривать все это дело на практике. Перехожу в admin панель и здесь я нажимаю на плюсик и создаю каталог продукции. Нахожу его, вот на последний каталог продукции. Все, нажимаю сохранить и закрыть. Теперь, мы с вами создаем категории. А лучше, в принципе, давайте разберемся с главной страницей для начала. Рассматриваем, как все это устроено на демо-сайте. Копируем это название. И оно у нас относится к названию, соответственно. Далее, заголовок категории, заголовок элемента. Это у нас, вот идут заголовок категории. Формируется у нас в этом месте. И заголовки элементов у нас, соответственно, вот. Далее нам нужно вот это изображение. Я его к себе сохраню и добавлю через Media Manager. Добавляю изображение, нажимаю выбрать изображение. И загружаю его. Нажимаю обзор и убираю наше изображение. Нажимаю загрузить. И из папки изображений я его вставляю. Ну вот и все, нажимаю сохранить. Теперь делаем сам вывод. Создаю пункт меню. И здесь заголовок указываю. Заголовок укажу, например, каталог продуктов. Выбираю какой-либо тип меню. Например, ЗУ. Главное. И здесь параметры. Каталог продукции. Все. Нажимаю сохранить. Теперь перехожу на сайт. Замечу, что я здесь почистил разные модули. Нажимаю каталог продуктов. И вот таким образом у нас это выглядит. Теперь создаю категории и элементы. Перехожу в компоненты ЗУ. Создаю категории. Категории у нас вот их 8 штук. И поочередно их копирую. Соответственно, первая категория у нас это электроника. Я ее копирую. Нажимаю создать. Заголовок указываю электроника. Это у нас краткое описание идет. Таким образом формируется. Теперь мы с вами это изображение, соответственно, копируем. И подгружаем его. Нажимаю загрузить. И вставляю это изображение. Остальные поля не трогаем. Для того, чтобы сформировать такую же страницу, как и здесь, они нам не понадобятся. Далее нажимаю сохранить и закрыть. Ставлю галочку на опубликовано, нажимая по этому крестику. И, соответственно, категория у нас публикуется. Сейчас я ненадолго отвлекусь и создам все остальные категории, необходимые для дальнейшей работы. Вот я закончил добавлять категории. И теперь давайте переходим к элементам. Перехожу на демо сайт. И здесь, например, перехожу в электронику. И давайте сдублируем вот этот вот продукт. Как это делается? Для этого мы с вами нажимаем создать в элементах. Выбираем тип, нужный нам, скорее всего, это камера. Но, в общем-то говоря, вы можете всегда любой тип подредактировать под себя, что мы проходили в уроке про поля. Нажимаю камера. И, соответственно, давайте скопируем какой-либо элемент. Например, вот этот фотоаппарат. Заголовок такой вот указываю. Опубликовано, да. Категория электроника. Далее вводим краткое описание. Это описание вот это вот отсюда, маленькое. Далее вводим полное описание. Это описание при нажатии на фотоаппарат. И изображение само скопируем. Теперь я это изображение подгружаю. Соответственно. Так, где поле с изображением? Вот у нас. Ревью изображения. И, соответственно, само изображение то же самое. И выбираю файл с нашим фотоаппаратом. Нажимаю загрузить. Выбираю сам фотоаппарат. Вставить. Само изображение тоже вставляю сюда. Вставить. И далее, соответственно, смотрим, на что способен наш фотоаппарат. Сколько он там мегапикселей имеет. И вы можете наглядно убедиться, в каких целях мы можем использовать с вами поля. Вот, например, в каталоге продукции мы можем выбирать характеристики товара. Так, 7.1, 7.4, 2.4. 7.1, 7.4, 2.4. В будущем, если вы будете создавать свой каталог продукции, то эти поля вы можете скорректировать, либо просто создать новый тип. В предыдущих уроках мы разбирали, как это делается. Ну вот и все, в принципе. Больше нечего делать. Нажимаю сохранить. И я опять отвлекусь и быстренько создам еще несколько продуктов, для того, чтобы показать, как это будет выглядеть наглядно. Я только что добавил всего 4 элемента. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть на нашем сайте. Нажимаю на каталог продуктов. И мы видим то, что у нас появились эти вот элементы. То есть, в чем дело на самом деле? Дело в том, что у нас есть фотоаппараты вот эти вот, и у них поставлена галочка на главный. То есть, если я уберу у кого-нибудь из них эту галочку, то отсюда он пропадет. То есть, сейчас у нас будет только 3 фотоаппарата в этом месяце. Далее. Категория. То есть, нажимаю на категорию электроника. И вот они тут у меня также столбиком встали. Нажимаю на любой фотоаппарат. Могу ставить оценку и оставлять комментарии. Далее. Что еще можно сказать? То, что у нас только одна категория высвечивается. Это все потому, что все остальные категории у нас пустые. И еще можно рассказать то, что у нас активировался алфавитный указатель. И появились буквы С и Е. То есть, наверняка это потому, что у нас есть фотоаппараты Canon, Canon. Ну, в общем, у нас есть буква С и категория электроника буква Е. Нажимаю на букву Е. И вот я попадаю по алфавиту на категорию электроники. Думаю, что с каталогом продуктов у вас не возникнет проблем. Потому что в целом здесь ничего сложного нет. Ну, напоследок, что можно еще сказать. То, что не по центру вот эта книжечка и это как-то неприятно. Давайте перейдем в настройки. Переходим в элементы на главной странице. И здесь в настройках шаблонных поставим выравнивание, не глобальное, а все по центру. Нажимаю сохранить. И обновляюсь. И вот, теперь совсем все стало на свои места и все как бы красиво. На этом наш видео урок окончен. А в следующем видео уроке мы с вами будем разбирать иные возможности Zoom. Увидимся с вами в следующем видео уроке. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.